Но, несмотря на то, что каждый человек, каждое живое существо соткано из микробов и внутренних каких-то бактерий, которые могут быть и добрыми, и злыми, мир открыл антибиотики, пенициллин. Это величайший момент. Но дело в том, что в связи с развитием цивилизации, с развитием легкой промышленности, с развитием тяжелых каких-то топливных дел, тяжелых смесей солей, кислот и так далее, природа немножко усовершенствовалась, мутировала. И мутировали болезни, потому что таких болезней раньше не было. И мне кажется, что этот путь только еще в начальном пути, в начальной стадии, и люди просто не успевают своей фармакологии добежать до того вреда, который оказывает вот эта вся промышленность, которая выбросы делает и так далее. Мы просто еще до конца это не понимаем. Но существует еще одна версия, к которой я иногда склоняюсь, что развитые военные учреждения развивают такие институты, которые разрабатывают яды, вирусы и так далее, штаммы и так далее, под видом того, что это все на военные и на всякий случай действуют. Но они тоже, наверное, распространяются. Ведь никто точно не знает происхождение Эбола, никто не знает, как возник Мерс там, в Юго-Восточной, никто не знает, как возникают какие-то вдруг неожиданные отравления, какие-то удары по каким-то другим нашим секрециям. Мне кажется, что вот эта вот смесь причин и есть этот винегрет. Но фармакология 100% не успевает за тем вредом, который наносится экологии Земли. Это, мне кажется, глобальная проблема нашей цивилизации. И, конечно, человек, принимающий 20-30 лет антибиотики разных форм и формул, они, конечно, защищены от этих тысяч, но возникают же какие-то другие в организме или в природе, организмы, на которые вдруг он начинает обращать внимание. Почему? Потому что антибиотик убивает одно зло, но он убивает что-то в организме и другое. И так же в природе. Мне кажется, что цивилизация находится в очень тревожной стадии с точки зрения, она начинает мешать Земле. Субтитры создавал DimaTorzok